здорово здорово чё ребята как там у вас как погода рассказывает соскучился уже немного по снегу по холоду не прям так сильно да но в целом есть немного некоторая нехватка холода в организме жара здесь сейчас еще раз погодилось и прям вообще потому что первые дни было прохладненько ветер был там туда сюда здорово нас минус 28 все понял чуть я не видно на бутбум даче но у меня зона своя она такая оффлайновая я там не успеваю особо на кита студии касса заглядывать вот поэтому не уверен даже что я реку успею залететь на этой даче посмотрим запись один на один еще не готова они потом будут от надо приехать весь этот материал собрать как бы отмонтировать я вернусь уже послезавтра нас на еще подожди сейчас у него коем еще раз 15 я послезавтра уже плечу офигеть сегодня получается завтра финал и послезавтра я уже буду обратно и будут стримы подводки но стрим подойти на ручу после послезавтра будет мы приедем вечером чисто приехать как бы долечь спать и проснуться потом уже подрубончик устроить из комп клуба со строим будет контент но мы не снимали мышь так по приколу на самом деле у нас там полноценный еще один финал турнира стримеров получился потому что мы четыре карты что ли сыграли я этот против стрей и мы набрали себе ребят в команду но было как будто прикольно на самом деле вот знаете больше то каким должен быть турнир стримеров потому что у нас в команде были ребята максимум 3000 рейтинга и мы с олегом ну чисто так это рассекали там по волнам что называется видел новость про overplus да но у меня она очень порадовала если честно знаете вот ее бы годика три назад когда еще старый течис был отшища была бы имба потому что меня на старом менюре это поддушило это уже пофигу я на всем играю но глобально максимально нечестная история для игроков на одном герой понимаете где мы там локально мы прям в дубае ну подножия пальмы тут отель есть в нем этот откисаем я здесь уже я не знаю сколько я здесь уже больше двух недель ну и того где-то три будет не но здесь на самом деле крутой контент бахается то есть я сыграл со многими прошлниками уже на старом течисе на типа это реально вайбовая тема причем были очень близкие очень плотные игры с некоторыми и там собирается битком вот эта моя зона набиваются люди там что 30 40 смотрят орут болеют очень так интересно вы это все увидите обязательно там снимали мы снаружи и мудряк это выглядит поэтому но будет будет чем порадовать как приеду контент неплохой вроде бы вас кормить бесплатно но здесь да бесплатная еда бесплатные завтраки и вот где мы дотку смотрим все вместе посмотровая называется да там я схожу наверно покажу вам еще как это все выглядит вот там тоже бесплатно дают перекусить поесть туда-сюда bb20 не знаю посмотрим по пикам вообще могут они вообще на каком-то летом кураже на самом деле урти камеры покажите давайте давайте нормально плавно профессионально вот так вот примерно выглядит территория не красиво красиво но на самом деле вот первые полторы наверное недели даже в бассейн был на этих точно было очень холодно так сейчас нормально не дату не комментирую на франсе ты что-то как-то мнение не хочется даже этого делать поэтому не залетает и не жалею что не среди турнир просто это интересно этим заниматься конец на стропер хаб у меня по таймингам не очень удобно меня зона работы раз когда там они собственно стриме вот если может какой-то окно поймаю еще до залечу ну в принципе последние уже думаю там и так битком всех должно где саша саша сейчас собирается на вагу дави поедет ребята с тусовочкой который мы тут отдыхаем везде мы съездили уже тоже сами со строим ferrari парк там сгоняли с федей со строим на аттракционах показались но прикольно там ничего интересного здесь нет так вообще никогда не выезжает потому что раз комьюнити кастом он вообще ему сложно какие-то выходные тайминги поймать за зона работы 4 очень непонятно что там делаешь у меня есть но я вам покажу сейчас полежим почилим у меня зона где я играю с теми желающими на 3 часе я на старом они на чем хотят там на герой доступны фига мы играем дуэль один на один и победителю если это не я да если меня кто-то выигрывает вот так то я плачу тысячу бакс вот такая вот тема куда хочу все могут принять участие ну и нормально денег уже раздал нормально так ну все это снимаем конечно поэтому еще покажу там туда-сюда сколько раз проиграл я 8 раз проиграл ребят мне ничего не дает это мои деньги вообще ну я решил вот такую зону организовать на самом деле она очень крутая получилась очень вайбовая потому что я сам не ожидал такого ажиотажа мы вот ну буквально два-три дня прошло да вот как это все началось все заанонсировалась и просто все обсуждали как вообще это самым реально про команды сидят вот ветером челы и типа блин а чё квой пикать там против травомана чё делать кем играть какие-то стратки обсуждают что-то это самое приходите когда ко мне уже играть рассказывали что допустим они играют к вешку и во время кого там по какой причине ставится пауза потому что кто-то отошел или что-то еще и во время этой паузы на кого они сидят обсуждают стратегии как против меня играть на тоже мемный короче забавно какой олег реальной жизни такой же костюмах или более адекватный олег в реальной жизни еще ультра адекватные приятные мужики с кайфом пообщаться потусить уважение ему однозначно где катки посмотреть катки я выложу на youtube но это не формате стримов потому что формат стримов как будто там не подходит для стримов нужно же чтобы контент нон-стоп шоу до условно а здесь все более таком свободном формате типа кто-то подошел кто-то зашел может допустим час вообще ничего не происходит и так далее интервью про игроков но мы общались с ребятами когда играли но именно вот так чтобы специально быть интервью взять не подходил мне как-то не сильно это в принципе не мой профиль я бы сказал как-то с английским свободную на меня столько ммр по ммр я топ-2 в таблице сразу после олега иду мне 13 с половиной где кастомку удать найти нельзя которую мы играем она такая партизанская чисто под вечер после игр что-то происходит формате автопати ну по вечерам обычно идем в бункер играем там с олегом да вот сведи еще ребята есть у нас плюс-минус сформировалась на человек 10 там 12 там бы вот ездили разок вот так короче спокойный формат до полноценный стрим 18 числа ребят в москву приеду и сразу подрублю с утречка ну или днем ну посмотрим короче как как федерал в реале серьезный чок федя очень приятно тоже парень вообще с кайфом на самом деле что с олегом что с федором очень душевные ребята вообще очень приятно с ними время проводить вот так вставки ставите конечно ставим что-то в трава бете не смотришь что ли там каждый день аналитика туда-сюда как не проигрыш спирит ну нормально чё в принципе неплохо конечно не слегка минусанулись но до этого слегка плюсанулись поэтому нормально глобально пожил бы в дубае более длительный срок не вообще в москве конечно комфортнее в москве дешевле гораздо в два раза дешевле примерно и по погоде комфортнее но здесь нормальных месяцев когда можно жить в дубае да их по сути же наверное ну сколько ну вот три зимних месяца и все в остальное время безумно жарко тяжело находиться пойдемте покажу вам зону свою состоится вам нужно понравится оформление я думаю вот так вот у нас все выглядит это бассейн вам приятных это очень красивая территория вообще вот или огромная и на самом деле эти есть сколько людей здесь даже примерно не представляют сколько это самое ну что какой-то турнир по доте там проходит или что-то еще и очень много людей просто отдыхают очень много зеленых именно таких то есть как будто знаете не где-то в пустыне находишься вообще какая-то кайфовая зона такая вот мы дошли уже до кальянный виктор здравствуйте обзор сидел и да показываю ребята на зону еще как так и вот мы заходим папа ты чистаем две таблички destroyed и 3 tower for win да то есть снесите это три вышку или два убийства для победы здорово здорово вот получается вот здесь мы играем вот тут на экран выводится как мы играем вот у зрителей сидят смотрят как мы это делаем на вот здесь вот за сценой соответственно два компа где мы этим всем и занимаемся еще есть это где вот все сидят смотрят дотку как раз ну то есть вот условно рядышком у нас да вот моя зона вот просмотровый тут бильярдик ребята гоняют обычно куча диванчиков могут вот на этих экранах через пару часов уже начнется дота или через тройку через тройку часов наверное ты такой экран здоровы это бандура я не знаю как потом передать размер как бы ну вот я стою да вот как бы где моя голова вот где конец экрана чтобы вы понимали масштабы здесь приносят прям еду вот так вот выглядит менюшка местная ну все бесплатно абсолютно ты просто к официанту подходишь говоришь вот не допустим бургер или мне хот-дог и сейчас у дня до написано до 11 на самом деле до 9 вам приносят чем подхаваться еще на них вот сейчас допустим можно сесть в плойку поиграть правда из игр здесь только mortal kombat и только fifa а когда каточки идут а здесь каточки показывают там деревянные конструкции это зона ns а отстроена с нуля по сути то есть там помещение в чистом виде обычные и построили кучу всего вот так вот это все выглядит примерно к нас не врывать тушился на зоне нахожусь ребят не же видите тоже тут про делах нет балды так сказать место где постоянно тоже какие-то бесплатные закуски ну сейчас ничего нет еще ничего не принесли а так там что только нету и вкусняшки и сладости там и что-то с мясом и так далее во 1470 должен быть нет но во время к так обычно я у себя если нет мы либо едем куда-то потусить либо что-то еще такого плана вот давайте пройдемся посмотрим как этот выглядит сцена вот это мы все в отеле находимся да то есть это вот минус первый этаж отеля условно все оплачено вот у нас написано что у нас private dining с логотипом быть бум даджи в этом месте вот ну и все довольно близко так у через лобби выходим пройдем на сцену сейчас покажу вам что-то есть тоже красиво смотрите какие статуи верблюдов стоят на входе вот рядом везде вот эти баги на них вас возят из одного конца отеля в другой потому что и пешком идти из одной части отеля в другую ну это примерно занимает минут 15 наверное врываемся на сцену покажу как это все работает вот короче сцена вон дженкинс репетирует там награждение какая-то конструкция с камерой нереально посмотри вот это вот вот эта вот вся штука да как бы это все камера есть еще это же сам только противнял вот эта вот камера на конце висит и вот она на этом хронштейне поднимается как-то там но может дотягиваться где угодно делать что хочешь вот так вот это все тут и выглядит просто вышел со сцен пару метров и вот ferrari стоит как бы но это дубай это классика с интернетом плохо с машинами хорошо что называется правильно такая вот чисто красотка стоит но стильно стильно конечно русских много русских дубаев просто охренеть сколько ну это объективно дубайск то есть я бы не сказал что дубай так вот мы идем обратно также заходим в лобби перехватываем здесь жену быстренько я тятик это моя жена а где лобби вот она я создал вот девочки сидят давай вот тут есть тематический игровой автомат какие-то со старыми типа игрушками но я редко вижу кто-то в них играл но вообще прикольно если у кого-то вот есть что-то ностальгическое по этому поводу то ему есть что посмотреть есть чем заняться тоже что по ценам средний бок у нас здесь по ценам все ровно в два раза дороже вообще все что есть и еда как бы и так далее ну техника там до условно она стоит почти так же но в россии тоже дешевле покупать на самом деле если так посмотреть такая зеленая территория но вообще кайф нереальный то есть вот по территории отеля гулять одно сплошное удовольствие объективно ну это как бы базу договорю нет ощущения вот мы до этого были сашей дубай пару раз и какие-то не те отели что ли выбирали или что-то еще ну там вот но не чувствовалось что ты где-то в таком зеленом месте а здесь вообще это супер как территория на весь отель дорогой пипец то есть я вот просто погуглил у нас в отеле номера стоит вот как мы живем самые самые простые номера 100 тысяч рублей день как бы ну вот и всех поэтому здесь и такая территория какая-то нереальная и вообще самая бешеная история вот у нас заливчик но он такой конечно вот сейчас вот бесконечный морской глади здесь не увидишь потому что все понастроили все понасыпали и это самое ну и холодная холодная вода адективно то есть ты не покупаешься купаться есть это только в бассейне блин ну они теплая нифига конечно ладно поехали раз что я в это самое ворвался надо делать не кайфово кайфово вот стало потеплее конечно кайфово с ударе у меня бассейнов нет потому что если не по сути не нужны никогда кроме как вот ну какие-то зимние месяцы это не всегда вот допустим сейчас чего у нас середина февраля погода уже 25 27 час будет сидней тоже бассейн старе вам не нужен то есть как будто просто нерационально и она вот тут на пляже это ну и на пляже в бассейке игроки лежат те которые уже вылетели причем многие команды из тех которые вылетели на групповом этапе никто не поехал домой все черед в дубай билет есть на бб дачу нет это чисто турик без зрителей хотя хотя некоторые ребята все равно есть залетные которые просто узнали что здесь это проходит турнир по каким-то фоткам вычисляют где именно он находится и врываются автопати будет потом да на каждой бб дача есть автопати обязательно здесь она будет не в отеле куда-то поедем и это самое но бодренько должно быть поедешь на игры будущего в казань и откуда не поеду сказать но они блин прям подряд и ну не знаю меня и не звали туда приехать мне предлагали постримить финалы я не хотел я отказался а именно приехать туда хотел но как-то это самое не срослось я бы приехал на финальные дни а так тогда не поеду уже своим ходом тоже не хочу потому что там как-будто вообще билетов в казани не остались но не билетов а номеров все раскуплено где чел который вызвал с тобой поездку в дубай вот это хороший вопрос потому что парень то был без загран паспорта но результаты розыгрыша были где-то за месяц до ну когда примерно а 20 что ли до января у нас были результаты розыгрыша и и ему сказал типа давай делай попытаемся тебя дождаться вот но так получилось что ему не успели сделать вот мы до какого ждали до 10 числа а потом уже сложно было организовать ему сюда и перелет и проживание и мы решили что на следующий будет бум дачу я что же на следующую поеду он поедет вот так ну потому что ну короче не знаю сложное на самом деле моральное решение потому что с одной стороны момент упустился да кто-то другой мог в теории съездить кто занял место там пониже да не первое место розыгрыша более низкое у кого был загранник с другой стороны ну чувак же выиграл до огромное количество людей именно он занял первое место в розыгрыше как будто ну пусть делает загранник когда и приезжает вот так вот по стримам сам соскучился конечно очень хочу уже на самом деле я очень стрессую играть в доту мы те же края один на один играть на тысячу баксов ну это реально большой стресс для меня то есть мне прям дискомфортно у меня первые дни вообще был лютый мандраж перед каждой игрой несмотря ни на что там против кого я либо против прочники либо против обычный там какой-то река ему морю словно и приходит человек я все равно люто переживаю потому что блин ну на 100 тысяч рублей однако просто не так кнопки нажимаешь ты проиграл я до сих пор очень тяжело это переношу и я очень жду обычных стримов чтобы знаете запустить каточку и все что ты можешь потерять это 20 птс блин это вообще это сказка это мечта я очень уже хочу просто играть доту начали на расслабоне в этом плане ну с другой стороны да вот такая-то большая сумма реально навели огромный ажиотаж тут на турнире и все прям заинтересовались все попытались все пришли но контента мы поснимали это прикольно но такой дорогой контент конечно получается так ребятки ну чё думаю на этом давайте закруглимся принципе вам все рассказал всем поделился пойду дальше чилить до игр вам желаю тоже хорошенько зачитать кайфуйте как говорится живите здесь сейчас все давайте всем пока пока не болеть и все было хорошо скоро увидимся уже на стримке дотки правильно